МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И анализ показал, что из года в год мы слышим одни и те же бюджетные речи представителей правительства, одни и те же аргументы, мы делаем одни и те же замечания, примерно говорим одно и то же, даем одни и те же предложения, и они каждый год, как правило, не принимаются. А потом через год слушаем опять одно и то же объяснение правительства, почему они не выполнили в полном объеме свой же федеральный закон. То есть складывается целая система. Сегодня я хотел бы остановить ваше внимание не на принятии, а на исполнении бюджета федерального тоже за несколько лет. Здесь есть ряд вопросов, над которыми, думаю, нам всем надо серьезно подумать. Итак, что повторяется из года в год как система? Каждый год мы слышим, что целый ряд основных задач, которые прозвучали в бюджетном послании президента, не выполняются. Так было в 2009 году, так было в 2010, в 2011, так было в 2012. И вот три месяца назад, в этом году, вновь президент России Путин распекал министров и других руководителей за то, что не выполняются задачи, которые он поставил, когда был кандидатом в президент, и когда стал президентом, подтвердил их в форме указов. Возникает вопрос, это снова система, или, может быть, задачи в том законе, которые нам предложили, поставлены неправильно. И почему, не выполняя указания президента, практически вся команда остается на своих очень высоких, а порой ключевых постах. Та же картина у нас будет наблюдаться и в будущем году, и в 2015, и в 2016 году. Ну вот посмотрите, федеральный бюджет на 2014 год, в нем сокращаются разделы на образование на 94 миллиарда рублей, здравоохранение 65 миллиардов, социальная политика 54 миллиарда, ЖКХ 38 миллиардов. Так возникает вопрос, а за что же тогда Путин распекал своих министров, своих подчиненных? Отсюда вывод и первое предложение. Давно уже необходима система, которая обеспечит, наконец, решения, поставленных перед Россией, задач развития. Нужна система стратегического планирования. Закон о ней не только назрел, но уже и перезрел. И нужна, в конце концов, система безоговорочной ответственности чиновников не за свои слова и намерения, а за развитие России. Сегодня ни того, ни другого, к сожалению, нет. Второй момент. Мы ежегодно с вами указываем на огромный отток национального капитала из России. Требуем от правительства принять меры, чтобы национальный капитал остался в стране и работал на Россию. Правительство соглашается с нами ежегодно и ничего не делает. Вот несколько дней назад министр экономического развития Улюкаев на всю страну сказал, что в этом году, в первом полугодии, в три раза возрос приток иностранного капитала в Россию и составил 50 миллиардов долларов. Но за две недели до этого, вот с этой трибуны он говорил, что в этом году из России уйдут, убегут 70 миллиардов долларов наших национальных денег. Как же так получается? Свои деньги мы выталкиваем, а за счет других хотим быть счастливы и развиваться. Так не бывает и так не будет. Получается, отсюда второй вывод и предложение. У нас до сих пор нет с вами ни пряника, ни кнута. Огромные суммы налоговых льгот, которые мы даем, фактически неэффективны, потому что они никак не работают на задачу развития России. И в то же время нет серьезных санкций тем, кто укрывается от налогов в офшорных зонах. Подчеркиваю еще раз, ни пряника, ни кнута. Отсюда третий вывод и предложение. Надо коренным образом пересмотреть всю систему стимулов для тех, кто готов работать в России и на Россию, и создать систему реального наказания, ответственности для тех, кто вывозит капитал. Третье предложение. Вот очень много мы слышим с разного уровня трибун от президента правительства до этой трибуны, что у нас нет национальной идеи, которая могла бы всех объединить и помогать развиваться России. Да есть такая идея. И наша фракция об этом сто раз говорила. Это идея борьбы с бедностью. И материальной бедностью, и духовной бедностью. Но под ней нужны реальные меры и деньги. Предложенный нам проект федерального закона о бюджете на три года, как раз наоборот, закрепляет бедность в России. Ну посмотрите. Значит, в законе устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера. 2014 год 6354 рубля. 2015 год 6546 рублей. 2016 год 6965 рублей. Попробовали члены правительства сами бы прожить на эти деньги. Теперь шире от пенсионера ко всем нам. За прошлый год стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по стране, она составила 2608 рублей и возросла в месяц на 186 рублей. Но поскольку питаться-то всем надо не раз в месяц, а каждый день, то прирост составил 6 рублей в день. Вот этот прирост. А мы о чем-то говорим, как о прогрессии, о движении вперед. А прирост пенсии в прошлом году какой составил, если кто-нибудь считал? 21 рубль в день. И мы говорим, что мы поддерживаем пенсионеров. Мы консервируем нищету. 4. Полтора года назад Путин поставил задачу создателей модернизировать 25 миллионов рабочих мест. Но модернизация экономики начинается в школе. Наверное, это всем понятно. Тогда почему в предложенном нам проекте федерального закона о бюджете расходы на общее образование по отношению к текущему 2013 году сокращаются в 5 раз? Я подчеркиваю, в 5 раз. Поэтому отсюда четвертый вывод и предложение. Надо восстановить финансирование образования, ну хотя бы в том объеме, чтобы выполнить задачу создания 25 миллионов современных рабочих мест. Сегодня она ничем не подкреплена. Пятый момент. Интересные картины вырисовываются, когда анализируешь исполнение федерального бюджета по разделам классификации расходов. В прошлом году превышен уровень финансирования на правоохранительную деятельность. Пороче, проще на полицию. На полицию. А что же недофинансировано? Вот обратите внимание. Недофинансировано образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, культура, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство. Так было в прошлом году, так было в 2011 году, так было в 2010 году и так было в 2009. Переуполняем финансирование на полицию и недофинансируем на образование, на здравоохранение, на культуру и так далее. Снова система. Возникает вопрос, братцы, а какое государство мы с вами-то строим? Пятый вывод и предложение. Считаю, что нам с вами, Государственной Думе, нужно занять более активную позицию по этому вопросу. Мы принимаем закон о бюджете, мы утверждаем отчет о его исполнении, мы должны требовать от правительства, чтобы средства выделялись и осваивались равномерно, а не в конце года, и не все одним за счет других. Шестое. Помните, весной прошлого года с этой трибуны отчитывался за работу правительства Путин, тогда он был председателем правительства. Хочу процитировать несколько его высказываний. Именно процитировать. Первое высказывание. Наша экономика в полном объеме преодолела последствия кризисного спада. Нам с вами за эти результаты не стыдно. Это был год с небольшим в этом зале, с этой трибуны. Второе. Цитирую снова. Позитивная динамика отмечается по всем ключевым показателям развития. По всем, вторично подчеркнул Путин. И третье. Мы будем наращивать государственную поддержку социальной сферы. Прошло ровно три месяца после этого выступления и пошел обвал экономики по всем направлениям. Возникает простой вопрос. Братцы, кто готовил доклад главе правительства? Кто готовил ему аналитику? Люди, которые не могут просчитать будущее России не только на пять лет, не только на год. Даже на три месяца не могут просчитать. Какие же это профессионалы? И они навносят проект федерального бюджета на три года. Другой пример. Помните 12 декабря прошлого года послание президента к Федеральному собранию? Он там много говорил о культуре, о духовности, о нравственности, о духовных скрепах. Правильно говорил. Берем нынешний проект федерального закона о бюджете на три года. Да там же нам предлагают сократить финансирование культуры. Снова возникает вопрос. Кто готовил ему то послание президента, которое в декабре читал? Они что, совсем неграмотные финансово? Дорогие товарищи, президент периодически устраивает разгоны министрам и другим руководителям. Но, по-моему, от них все меньше и меньше толку. Похоже, к этим призывам все привыкли, и никто на них не обращает внимания. Как при Горбачеве. Президент живет своей жизнью, а подчиненные своей. И отсюда последний вывод шестой. То, что нам предложили, это не бюджет развития экономики, а бюджет торможения экономики. То, что нам предложили, это не бюджет развития России, а бюджет торможения развития. И нечего кивать на Запад. Все причины внутри нашей страны. Я считаю, что предложенный нам проект бюджета надо не поправлять, не дополнять, его надо полностью переписывать. Другого нам сегодня не дано. Спасибо. Спасибо.